Дубль хрен знает какой. Всем привет! Мы с вами много разговаривали про сложные задачки по математике из Data Science. Шат, Мэйд и все прочее. Но мы очень редко затрагивали вопросы внедрения Data Science в бизнес. Хотя, казалось бы, это вещи гораздо более интересные для консультантов и же с ними, чем задачки по математике. И вот сегодня перед нами предстанет отличная возможность поговорить про внедрение Data Science в бизнес. Ибо у меня в гостях Иван Исаев, директор по анализу данных технического блока МТС. Вань, расскажи, как ты стал директором Data Science? Путь у тебя был достаточно длинный. Да, он был очень тернистый, особенно до 2019 года. Потому что это все начиналось с собственной компанией, с осколковского стартапа. У меня когда-то еще в институте была тема, связанная с достаточно банальным проектом по автоматизации сетей питания. То есть, когда мы писали условную систему автоматизации для ресторана, чтобы можно было автоматически что-то заказывать. А потом, после этого опыта, я понял, что нужно хорошо готовиться. И, соответственно, начал активно курить всякие вещи типа Гартнера. В 2012 году я узнал, что такое Hype Cycle. Заказал специальную книжку по этому делу на Амазоне на английском языке. Проштудировал ее. И, соответственно, после этого раздобыл подписку на Гартнер через какую-то компанию. Это IBM было, я сейчас помню. Ну, опять же, как-то по стартаперской линии тогда. И очень активно начал курить то, что связано с Гартнеровскими технологиями, их обзоры и прочие-прочие вещи. Соответственно, первый вообще на самом деле проект был связан с технологией. Это была сетевая виртуализация. Это был 2014 год. Называлось это Software Defined Networking. То есть, ток-ток тогда. Это еще было в рамках твоего стартапа. Это была, собственно, компания и, собственно, проект, в рамках которого мы получили резиденство в Сколково. То есть, это была настолько инновационная и дисраптивная штука, что в России до этого только одна-то. Один там НИИ на базе МГУ занимался этой штукой, связанной с Software Defined Networking. Мы, значит, даже выиграли стажировку в Штаты, в Институт Калифорнии. И когда я туда приехал, на 4 месяца стажировки, я рассказал, что проект у нас в области Software Defined Networking. Барри Аггерс – это инвестор Snapchat и Facebook, председатель, партнер фонда Lightspeed Ventures. Он так вытаращил глаза и сказал, типа, я ожидал все, что угодно, но не того, что из России приедет стартап, который будет про Software Defined Networking. Объясни, пожалуйста, для нас простых смертных на пальцах. Что это за Software Defined Networking? Это такая, значит, парадигма, которая появилась в 2013 году. Пример достаточно широко стал известен, когда Google опубликовал научную статью, которая называлась B4, то есть B4 было написано. Это про то, что сетевое хозяйство, технологии, так скажем, передачи данных по сетям и протоколы, по которым это работает, они долгое время существовали таким образом, что ты по одной шине гнал и передачу данных, и трафик, который контролировал эту передачу данных. То есть у тебя не было, так скажем, возможности управлять сетями сверху, и у тебя протоколы связи, такие как MPLS, они не позволяли делать это централизованно. То есть таким образом происходила там залочка компаний на конкретных вендоров, и это было совершенно негибко. То есть у тебя все мозги, вся дороговизна железа, она находилась внутри коммутаторов, которые были проприетарными. И вот это software defined networking, это грубая технология, которая позволяет вытащить мозги управления сетью из коммутатора и сделать программный централизованный контроллер, который всем этим управляет. И вот это железо, которое там от циски, которое раньше стоило, там очень-очень дорого, сделать там абсолютно таким тупым и простым, собирать его в Китае на порядок дешевле. То есть технология вот эта. Это, грубо говоря, как из мобильника сим-карту вытащить и сделать ее электронной. Это, как я не знаю, вытащить из мобильника все потроха и оставить, чтобы у тебя мобильник стоил там не 20 тысяч рублей, да, а там, не знаю, 3 тысячи рублей. И вот всю комплексити вытащить куда-то в облако и из облака этим управлять. Окей, то есть главная фича здесь это сэкономить на железе, которое до этого супердорогое было, а теперь идея его убрать, сделать. Ну, фактически это еще о том, чтобы добавить кучу, ну то есть, нет, это не только об этом, это о том еще, что сети достигли такого, ну то есть объемы данных в мире такого масштаба достигли, что текущие технологии перестали с этим справляться. Ну то есть, например, если тебе нужно было там сбэкапить что-то из одного дата-центра в другой, то это было каждый раз, типа, ты должен придумать, как это сделать, чуть ли не прокинуть шину оттуда сюда, как бы, и это было очень трудоемко и часто невозможно просто, да. То есть это не только экономия на железе, это еще и какая-то новая фича с точки зрения скорости и объема передачи данных, верно? Да, то есть как бы, ну почему Google опубликовал первую статью, потому что у Google встал вопрос, что объемы трафика с YouTube, трафика с YouTube, и как это вот, ну по миру все это распределено, это уже недостаточно было одного дата-центра, нужно было это дело между дата-центрами как-то там уметь и синхронизировать, и чтобы все это быстро происходило. У тебя должна, да, была повыситься пропускная способность шины, а для того, чтобы ее повысить, у тебя был единственный вариант, вот, покупать кучу дорогих коммутаторов, которые, опять же, не скейлились централизованно. И у тебя, ну да, пропускная способность была ограничена узкими горлышками, которые представляли у себя коммутаторы. А так ты мог купить абсолютно одинаковые вот эти дамп, да, свечи, собрать в Китае по дешевке, напихать туда столько, ну как скажем, этих бродкомовских микросхем, сколько тебе нужно, это стоило дешево, и это очень хорошо масштабировалось. Можно было просто добавлять, и оно линейно начинало масштабироваться. Очень просто все работает. Окей, ну, звучит круто. Такая действительно важная штука. Да, звучит круто. Что дальше было, что не пошло? Почему ты не там, почему ты не Марк Сукерберг? Что пошло не так, ну, во-первых, там, так скажем, сложность была в том, что одна из вещей, то, что крупные вендоры все это дело тормозили очень активно развитие, ну, то есть, грубо говоря, это ставило под угрозу бизнес таких компаний, как Cisco, Juniper и прочих гигантов, да, то есть, и, ну, скажем, я вот там очень на своем опыте проследил, как ведут себя большие умные компании, когда возникает какая-то угроза. Для них они всячески тормозят ситуацию, тормозят развитие технологии до тех пор, пока не поймут стратегию, как им, ну, вести себя в мире, который изменяется, да, поэтому... Но как она не на вас могут влиять? Вот вы небольшой стартап... А это никто не будет покупать до тех пор, пока это станет каким-либо образом коммерчески интересно, да, и до тех пор, пока... Ну, условно говоря, возьми квантовый компьютер, вот более, так скажем, такой, вот, как бы есть компания D-Wave, да, которая делает квантовые компьютеры, я не знаю, там, с 2000-х годов, с начала 2000-х, наверное, может, даже раньше. Но я уверен, что она там мало чего продала из этого дела, потому что это еще не достигло уровня, когда это можно коммерциализировать и куда-то в продакшн внедрять. Ну, то же самое, то есть ты приходишь в условный МТС, говоришь, у меня есть social-defined networking, он говорит, ну, окей, прикольно, у меня есть там куча сетевой инфраструктуры, да, в которую вбухано, там, миллиарды денег, ты мне предлагаешь это выкинуть совсем, или что ты мне предлагаешь с этим делом делать, да? То есть было, естественно, очень много вещей, которые не были разрешены, ну, так скажем, решения для которых на тот момент не было. То есть, грубо говоря, здесь технологии, как строить сети по новой, но а что ты будешь делать сетями, которые построены до этого? Ты должен найти какую-то технологию, чтобы эти две технологии могли сочетаться, да, то есть старые протоколы и новые протоколы, ну и так далее. То есть, все это нужно активно заливать деньгами и, ну, с точки зрения R&D, да, то есть на тот момент был только один, была только одна компания, которая там, ну, в плане стартапов, называлась Nisra, ее купил VMware, то есть за 2 миллиарда, причем достаточно быстро выкупил, в 2014 году, по-моему. Вот, они сделали первый сетевой контроллер, вот, программный такой, достаточно масштабируемый, и, собственно, их сразу выкупил VMware. Вот, ну, технология сама по себе сложная, плюс она включала, так скажем, ну, составляющую харда, да, хардвор, который, ну, я просто для себя после этого сделаю, что, ну, я у себя стартап в области хардвор, то есть это гораздо сложнее, чем если у тебя софтвор какой-то, да, проект, потому что ты менее мобилен, и, то есть у нас даже как бы, ну, то есть мы даже свои свечи собирали, то есть мы из Китая заказывали микросхему, то есть мы один коммутатор свой собрали, ну, это просто как бы в плане эксперимента. Вот, и тогда уже потихоньку мы перешли на вот технологии, связанные с анализом данных, потому что я как раз-то съездил в UCLA, вот у меня была стажировка с этим проектом там, у меня даже где-то на YouTube есть видео, где я там, значит, питчил вот этот вот проект для инвесторов в Университете Калифорнии, там такой был зал, солидный, с американским флагом, то есть все как в фильмах. Вот, а UCLA это институт, собственно, где был, придумал в свое время интернет, то есть первый сеанс интернет состоялся, интернет-связи между Беркли и UCLA, когда, собственно, вот это вот произошло историческое событие. Вот, и в Беркли, там же Калифорнии, там вот я открыл для себя такой, ну, то есть UC Berkeley, у них было много, то есть я дальше начал искать, собственно, куда двигаться дальше, да, после того, как стало понятно, что Software Defined Networking, оно как бы, ну… Опередило время. Ну, не то, что опередило время, то есть это как бы, это игрушка для больших компаний, которые могут, ну, позволить себе вещам происходить, да, то есть что вот эта штука будет там, ну, в течение 10 лет она будет как-то вот потихоньку инкрементально становиться популярной, да, то есть кто-то придумает там, коммутатор сделает в конце концов, кто-то сделает контроллер свой, но это как бы вся история, она больше вот про R&D, про то, чтобы в это вливать и вливать и вливать деньги до тех пор, пока она станет там major, да, то есть ты это уже вот как бы можешь потихоньку-потихоньку предлагать. То есть она не такая штука, которой можно вот, знаешь, запустить какой-то Facebook, который вот тебя вырастет быстро, то есть это вот именно научная команда, в которую готовы инвестировать, 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 то есть в этом успешные проекты сделали бывшие выходцы из той же самой ЦИСКи и прочих вещей, то есть это именно человек с авторитетом, он говорит, я в сетевом бизнесе проработал там 30 лет, я знаю, что нужно рынку, да, и как бы ему дают там ресурсы, да, то есть он видит, куда это выводить и так далее, он знает, как этот рынок будет развиваться. Нужно угадать пароль, состоящий из 9 цифр, каждая цифра от 1 до 9 встречается один раз, при этом две цифры, идущих подряд, любые две цифры, дают число, которое делится или на 7, или на 13. Если вы угадаете это число, отправьте имейл по адресу это число собака флес.про, и я вам подарю вот такую вот книжку про технологии, самое время познакомиться с ними в новом году. А я пока ее дочитаю. Окей, теперь как в Data Science ты стал рассказывать? Да, соответственно, в Berkeley, да, то есть мы просто по аналогичной стратегии начал изучать, что есть из софтверных вещей, да, и опять же связано с большими объемами трафика. Оказалось, что вот такая штука, как Machine Learning, да, или искусственный интеллект, как это опять начали называть, она снова как бы набирает популярность, и оказывается, вот появились такие вещи, как там Spark, как Stack, да, то есть который позволяет в поточном режиме это дело обрабатывать. То есть вот с этой уже, соответственно, новой идеей там были наработки, да, по телекому, именно с точки зрения сетей. Вот, соответственно, была, я помню, первая знаковая встреча с МТС в 15-м году, когда мы, значит, приехали, и мы сначала общались на тему software defined networking, мне сказали, да, у нас есть один мужик, который вроде как этим увлекался, он сделал какой-то там тестовый стенд, на котором это дело развернул. Вот, я ему позвонил, как бы, он ничего внятного у меня особо не сказал, после этого я понял, что нужно когда-то в другом направлении двигаться. И, значит, мне организовали следующую встречу, в рамках которой мы уже проговорили про анализ данных. То есть они сказали следующее, что у нас, как бы, да, вот эта тема, она интересная, у нас тут один из вице-президентов за это дело активно топит, давай, так скажем, у нас вот есть pipeline, что нам интересно сделать. В нем есть 10 направлений. 8 направлений в целом мы уже, как бы, вроде начали делать, но вот у нас есть тема, связанная с сетями, с прогнозированием там инцидентов, поломок на сети. Вот если есть желание поупражняться, как бы, да, вы вроде тут как раз в сетях что-то начали разбираться, вот, можете на этом поупражняться. Таким образом, собственно, состоялось, ну, состоялось пришествие именно вот направления анализа данных в области, там, прогнозирования временных рядов, скажем, там, более-того, там, редких конкретных событий, да, как потом это стало уже некой новой областью, конкретной области ДС. Именно, ну, в плане МТС, то есть у нас там под это дело появился пилотный проект, который мы, собственно, успешно делали год, да, там, нам там даже заплатили там денежку какую-то, да, то есть за все это дело. Ну, вот, соответственно, таким образом получили первый опыт, научились, я тогда собрал вокруг этого дела достаточно большую, ну, так скажем, команду ученых, то есть у нас там мы со Сколтехом были определенные контакты, то есть мы их там потихоньку начали развивать, мне порекомендовали там нескольких ученых, которые именно в области прогнозирования поломок, редких событий достаточно, ну, не тоже достаточно, но делали проекты там на мировом уровне, и мы с ними уже, так скажем, сделали там первые интересные вещи в плане, ну, для МТС с точки зрения проектов, то есть там были как проекты. Но это ты еще в МТС, ты еще не работал тогда в МТС, ты был в стартапе. Да, то есть это были, условно говоря, первые деньги компании, которые вот мы заработали именно вот в анализе данных, именно вот, вот прям вот сделали реальный проект, который был нужен, и, собственно, как бы она сформировала определенное там мое мышление, которое я до сих пор там, по сей день передерживаюсь, в плане того, что Data Science – это внутренняя компания, внутренняя история для компаний, это не про то, чтобы продавать, это про то, чтобы трансформировать компанию изнутри, это про то, чтобы, ну, то есть мое конкретное видение, там, моя основная область, на которой я сфокусирован, это то, что связано с оптимизацией процессов, да, то есть у меня было две категории кейсов, на которые я всегда фокусировался, это прогнозирование поломок и прогнозирование качества. То есть первое – это что-то поломалось, второе – это там повысить качество какого-то процесса, например, там, выхода, не знаю, какого-то сырья там в химической компании, или повысить качество передачи данных по сети, или что-то еще. Вот, соответственно, то, что касается этой группы кейсов, да, то есть в МТС мы этому научились, но, так скажем, было одно но. В айтишных компаниях появилось достаточно уже, ну, начали формироваться команды собственные, внутренние, с которыми, опять же, приходилось конкурировать, да, то есть, поэтому история с МТС, там, дальше, ну, некого пилота на тот момент она не пошла. Вот, это раз, во-вторых, в телекомах на тот момент уже кое-что было сделано, да, то есть такие низковисящие фрукты были собраны, и, так скажем, экономический эффект на этих низковисящих фруктах был там либо достигнут достаточно быстро, либо он был дальше неочевиден, потому что, ну, с точки зрения телекома, например, да, зарабатывания денег у телекома есть абоненты. Абоненты платят абонентскую плату. Так скажем, повышение качества связи, да, то есть, окей, у тебя стала работать лучшая сеть. В принципе, у тебя должно снизиться отток абонентов, но вот эти взаимосвязи, их проследить достаточно сложно. Ну, то есть одно с другим скоррелировать очень сложно. В промышленных компаниях, типа, ну, сырьевые, да, компании, куда мы пошли дальше, это несколько проще. То есть у тебя есть конкретный агрегат, например, там, штука, которая производит, не знаю, азотное удобрение, да, и если ты сможешь сделать так, чтобы эта штука давала выход продукции на 5% больше, да, то ты фактически на 5% повышаешь выручку компании, да, то есть, потому что у экспортеров, там, все, что они делают, все продается, у них, им нужно больше производить. И вот эта группа задач, она мне, ну, и на данный момент, да, то есть она кажется, там, наиболее интересной, и та, как бы, группа задач, на которой data science, он дает тебе конкретный value, да, он реально… Это группа задач, где ты выручку повышаешь, правильно? Да, то есть это оптимизационные задачи, которые позволяют тебе повысить качество какого-то процесса, за счет этого, ну, повысить продуктивность. Почему это лучше, чем прогнозирование поломок или еще чего-то? Здесь, как бы, была очередная, как бы, да, там, боль, да, на которую все время наступили, то, что, ну, количество событий, да, которые ты прогнозируешь, это там уже повсюду теперь говорят, а мы это поняли, там, на тот момент был 2015-2016 годы, да, мы столкнулись реально, что событий очень мало, то, что ты хочешь прогнозировать. Там, любые отказы, любые поломки, как правило, единичные события, очень сложно спрогнозировать. Если ты говоришь, мы говорим про повышение качества какого-то процесса данных, у тебя достаточно дофига, у тебя есть, в принципе, все исторические данные по поводу нормальной работы процесса. То есть, я не говорю про то, что не нужно заниматься, да, задачей исправить редких событий, нет, им нужно заниматься, то есть, есть там, как бы, два варианта, как с этим жить, да, то есть, можно строить модель нормального поведения системы и смотреть отклонения от них, и можно, как бы, использовать техники для работы с редкими событиями. То и то делать, безусловно, можно, но, да, там, как бы, если это еще усугубляется тем, что у тебя качество данных, плохое, то тебе совсем жить тяжко, да, потому что вообще не жизнь, да, вот. Поэтому вот то, что касается именно повышения эффективности, это вот та группа задач, где есть деньги. Окей, а вот про деньги расскажи, а сколько там денег, как вы оцениваете эффект, и какой эффект вы достигали на ваших проектах? Надо сразу оговориться, что, так скажем, чем у тебя интереснее кейс, тем, как правило, в нем меньше денег, да, то есть, чем он более скучный, тем денег в нем, как правило, больше. Вот, то есть, например, больше всего денег было там из первых кейсов, это в телекоме, где тебе нужно правильно управлять выездами ремонтных бригад, когда у тебя ломается базовая станция, а конкретнее, когда у тебя происходит конкретный вид инцидента, связанный с тем, что у тебя отрубилось электричество. Оно может отрубиться по разным причинам, но, вот так скажем, это группа инцидентов. Почему это важно? Потому что бывают ситуации у телекомов, когда у тебя отрубилась базовая станция, и у тебя туда поехали ребята, то есть, как это происходит? У тебя что-то отрубилось, диспетчером упал некий аларм, что у тебя отрубилось, алармов падает много, у тебя сидят ребята в регионе, которые в случае чего могут туда приехать с дизельным генератором, чтобы подпитывать базовую станцию, пока не появится электричество. Вот сидят ребята, да, то есть, куда ребятам ехать с дизельным генератором, да, то есть, если у тебя там 10 вариантов, куда поехать, в 10 местах отрубилось, куда нужно поехать. От чего это зависит? От того, во-первых, что на базовой станции есть аккумулятор некоторый, да, который ее подпитывает. Сколько он будет жить? Неизвестно. Может быть час, может быть три часа, может быть пять часов. От чего зависит? Много от чего зависит. Тут погода на улице, насколько холодно, насколько давно он там стоит, этот аккумулятор. Он, может, вообще на заводе 5 лет валялся, прежде чем его поставили, может, его поставили, он уже был там наполовину такой, так скажем, подсевший в плане емкости, да. Данных у тебя мало, опять же, про этот аккумулятор, да, то есть. А замеры емкости где-то производятся там регулярно, где-то у тебя просто, когда бригада приезжает, там, померит один раз, да, за год, и все. И больше не мерит. Ну, так вот, соответственно, для этой группы событий важно сказать бригаде, куда ей нужно ехать, а куда ей ехать не нужно. Достаточно тривиальный кейс с точки зрения машинного обучения, он решается, в принципе, по большей степени, там, статистически, да, что ты должен посмотреть, просто отранжировать, во-первых, базовые станции по их критичности. То есть, так скажем, в плане Data Science достаточно хитрый анализ требует того, что требуется для того, чтобы понять, во-первых, ну, понять факт, у тебя отключилась базовая станция, абоненты про это узнали или не узнали. То есть, у тебя либо трафик перераспределился на соседней базовой станции, либо у тебя абоненты стали чувствовать ухудшение сервиса из-за того, что базовая станция отвалилась. Это важно. Но деньги даже не в этом. Как я сказал, у телекомов абоненты, да, то есть абонентов деньги сложно считать. Экономия на расходниках. Экономика на том, что когда у тебя ложный выезд, ты потратил ГСМ, ты потратил время людей, и у тебя стояла какая-то еще базовая станция, да. Вот, то есть экономия, она, собственно, в основном в этом. Плюс, конечно, да, то есть там был подсчитан дополнительные часы, сколько стала работать базовая станция. Здесь там доходность по базовой станции, сколько она приносит денег. Но это, опять же, это уже несколько условные деньги, потому что их конвертировать в реальные достаточно сложно. Потому что, ну, как я сказал, что, ну, фактически, да, телеком-оператор не теряет реальных денег, когда у него простаивают базовые станции. Просто, а как тогда понять вообще, нужно ли реализовывать такой проект или нет, если не получается оценить денежный результат? То есть, понятно, что потратить деньги на его реализацию вполне себе конкретные придется. А выхлоп будет непонятный. Вот как тогда понять, стоит делать или не стоит? Или это просто решение крупной корпорации, мы делаем все равно, вот мы можем показать какое-то число, не обязательно, что оно связано с деньгами или нет. Главное, что вот чего-то мы сделали, добились. Давай сейчас я немножко расскажу еще. Ну, здесь, я говорю, здесь есть, во-первых, экономия на ГСМах, на конкретных. То есть, здесь есть, сколько сэкономлено бензина, сколько сэкономлено на амортизации транспорта людей, которые делали ложные выезды. То есть, здесь деньги именно в ложных выездах. Все остальное – это повышение качества работы сети. А можешь рассказать, сколько так было сэкономлено? Или это конфиденциальные данные? Ну, с точки зрения экономии именно на этом, это, так скажем, да. То есть, здесь можно порядки примерно описать, что там экономия на ГСМах, то есть, ну, это десятки миллионов рублей в год примерно, если порядок цифр. Просто после этого у нас был переход именно в сырьевую промышленность, где цифры там гораздо интереснее. То есть, например, я просто сейчас хотел перейти для начала к, если уж по хронологии правильно перемещаться, то есть, у нас был выход в сырьевую промышленность, где экономический эффект был явный. Это, собственно, почему мы туда... Это Куйбышев Азот, правильно? Нет, это в первую очередь была компания Уралхим, вот, так скажем, после МТС. То есть, у нас было, так скажем, еще там несколько проектов, которые здесь у меня не включено. То есть, у нас, например, была компания ГАЗ Турбин Электростанции. То есть, там тоже был экономический эффект. Он достигался за счет следующих вещей. То есть, ГАЗ Турбин Электростанции – это такая штука, которая... Она мобильная. Когда у тебя, например, появляется Крым, да, присоединяется, где проблемы с электричеством, или просто у тебя есть какой-то регион, где, ну, нестабильная ситуация с энергоснабжением, тебе привозят такую штуку, которая 20 мегаватт емкостью, да, то есть, энергоемкостью, она как бы ее включает, это фактически электростанция, которую можно перевозить на самолетах. Вот, и она делает электричество. Там просто, ну, турбина энергетическая, да, которая генерирует электроэнергию. Здесь экономический эффект был в том, чтобы находить правильное время для промывки этих энерготурбин. За счет чего? За счет того, что турбина со временем забивается. Она, по мере того, как она забивается, она начинает пожирать больше топлива. Почему их не моют там каждую неделю? Потому что сама по себе промывка тоже стоит денег. Ты должен решить достаточно простую задачу оптимизации, чтобы понять, когда пришло время мыть турбину. Да, но это пока еще не Data Science. Это, ну, в print. Здесь она не нужна. В принципе, во всех промышленных, да, во многих промышленных задачах. Я сейчас расскажу про те, где есть Data Science. Да, здесь в первую очередь у тебя анализ доменной области, плюс ты должен, во-первых, правильно нормализовать данные в этой штуке. То есть ты не можешь просто так анализировать временные ряды, потому что турбина в зависимости от режима работы, от той или иной мощности, да, то есть работает по-разному. Ты должен нормализовывать данные правильно. И ты должен достаточно въедливо изучить там эту документацию. И когда ты просто правильно данные, так скажем, провизуализируешь, правильно их нормализовав, ты этот момент увидишь. Вот про что. То есть ты можешь глазами просто понять, когда делать это. Именно так. То есть там идет график, и в некоторый момент у него происходит перескоп. И вот в этот момент ее нужно мыть. То есть для клевых решений не обязательно строить какие-то сложные алгоритмы и диплюнинг запускать. Ну да. Можно и глазками посмотреть. Ну то есть я вот в тот момент коммуницировал как раз с Александром Дьяконовым, который там очень известный, собственно, математик. И, собственно, у него тоже очень много вещей читал, связанных с тем, что нужно правильно на данные посмотреть. Можно очень много чего увидеть. Вот. И, значит, вот следующая задача. То есть это вот уже был такой, ну, достаточно трушное машинное обучение. Это было на Уралхиме. То есть это вот был именно процесс оптимизации производства удобрений. То есть это... Так, давай вернемся прямо на полшага назад. Вот это вот промывка турбины. Вот она сколько денег принесла? Там как бы это можно. Это открытая информация. У Россети, у этой энергокомпании, у них, так скажем, потери по причине... Не то что потери. То есть там можно было бы посмотреть по отчетности, сколько они ежегодно тратят на топливо. И, ну, там 2%, например, повышение эффективности расхода топлива, оно выходило, по-моему, порядка 200 миллионов рублей в год. И вы эти 2% как раз и обеспечили. Да. Ну, я сейчас расскажу, как, значит, вот здесь зона неопределенности постепенно сокращается с экономическим эффектом, да. И здесь, когда ты уже можешь оцифровать, например, свои расходники, тебе нужно оцифровать, сколько, так скажем, сколько в процентах-то ты увеличишь, да. И это всегда торговля. То есть это всегда торговля с человеком, который за это подписывается. То есть если ты оптимизируешь там энергетику, то это торговля с энергетиком, да. Если ты, например, сокращаешь там расход ферросплавов, да, это торговля с металлургом. То есть один из кейсов по металлургии, да, то есть мы согласились следующим образом. То есть мы показали то, что мы реально умеем эти задачи решать. У нас уже был там момент референс с точки зрения там химического производства. Мы построили модель, которая реально показывала очень обнадеживающие результаты, и мы посчитали в деньгах, сколько будет составлять экономия. И, соответственно, мы посчитали к главному металлургу, мы посчитали и сказали, слушай, у нас получается там 400 тысяч долларов. И он сказал, блин, ребята, это несерьезно. Я как бы вижу, что эта штука работает, верю, что эта штука работает, я готов подписаться под 1%. Собственно, было посчитано, сколько составляет 1%, 1% составлял там 3 миллиона долларов. Вот, собственно, с этой информацией мы пришли к собственнику, да, то есть и, сталкиваясь от этой экономики, делались проект уже. У него закладывалось... То есть оценка экономического эффекта, она часто происходит вот, типа, ну, пальцем в небо неправильно сказать, а по экспертным мнениям. Она всегда происходит с привлечением экспертного мнения, если мы говорим про вот такие проекты в области оптимизации операционных процессов. Но это на будущее оценка происходит или оценка прошлого же эффекта результата внедрения так происходит? А что значит, ну, смотри, например, если мы делаем алюминий, да, и бросаем, так скажем, ну, ферросплавы, ну, не ферросплавы, да, там, в торсоли, например, да, и оптимизируем производство алюминия, у тебя их уходит там больше, чем нужно, например. Ты строишь модель, которая позволяет снизить, да, расход этих фторсолей, там, например, вот на эту сумму, да. Ну, то есть это эффект в прошлом или в будущем? Ну, конечно, в будущем, потому что до этого ты их сыпал дофига, а теперь менее дофига. Нет, я имею в виду оценка эффекта. Оценка эффекта можно делать на будущее, прогноз его, а можно по результатам года. Вот год мы отработали, увидели, что у нас там затраты этого там вещества сократились на 4% за счет как раз вот этой нашей модели. Оп, это уже оценка реального эффекта, а не прогноз. То есть я говорю, вот это обращение к экспертам, оно нужно для прогнозов или и для оценки реального эффекта уже тоже? Ты проходишь оба этапа, то есть ты в любом случае, конечно, составляешь некий, ну, некую цель, да, на что ты ориентируешься. Это вообще в целом влияет на то, внедрять эту штуку в прод или не внедрять, да, то есть ты оценил. Это прогноз, прогноз используешь для решения, внедрять или нет. Потом, как правило, эта штука устанавливается, да, и начинается процесс опытной эксплуатации, она там длится, например, год или полгода. По результату ты уже подтверждаешь фактически цифры. Но тут уже нет никакого эксперта, тут уже бухгалтерские, можно сказать, деньги. Ну, фактически, да, но эксперты там, как правило, тоже присутствуют, ну, а столько, поскольку, ну, например, чтобы там подтвердить какие-то вещи. Ну, например, ты решил свою задачу правильно, но система у тебя сложная, у нее влияет в несколько факторов, помимо твоей. Короче, выделить твой фактор, выделить один фактор из множества. Да, ты все правильно сказал, что там уже эксперт, там уже бухгалтеры, да. И, как правило, контрактование происходит, деньги платятся, да, то есть процесс, когда ты поставил какую-то часть, но какую-то часть там исполнителю платят уже по факту эффектно, но, то есть, как бы, бьется это. Окей, в общем, если мы говорим о деньгах, то тут есть проекты и на десятки миллионов, и даже на сотни миллионов рублей, собственно, ты сейчас рассказал. Если говорить про нефтянку, то есть, вот есть, например, опыт в нефтянке интересный, да, он, так скажем, был про прогнозирование инцидентов при бурении. Сколько денег было в прогнозировании инцидентов при бурении? Сколько в итоге сэкономили? Смотри, там был кейс, связан не только, он был связан и с деньгами, и с безопасностью. То есть, в плане экономии денег, вот, основная там экономия денег была за счет того, что у тебя возникает такой инцидент, как прихват бура. То есть, это ты буришь скважину и наталкиваешься на зону пониженного давления в пласте, и у тебя этот бур присасывает к стенке скважины, которую он бурит. И чтобы его отодрать, нужно вызывать специальную бригаду, заливать туда дофига раствора, и чтобы он отсох, да, то есть, ну, реально очень много его нужно. То есть, и это само по себе в деньгах стоит, насколько я помню, порядка, там, 30 тысяч долларов, ну, за одну итерацию. Вот, происходит это, ну, там, в крупной нефтяной компании, ну, таких случаев их, там, сотни за год. Ну, то есть, на одной скважины этого дела, насколько я знаю, ну, там, несколько случаев в год точно происходит. Ну, а скважин много, да. Это как бы то, где вот прям сто пудов сразу есть деньги. Несколько реже происходят такие вещи, как поглощение. То есть, это, в принципе, просто, так скажем, у тебя бур попадает в ту зону. Ну, то есть, а буровой раствор, это такая штука, он все время подается к буру, да, для того, чтобы бурилось правильно. Бывает, сверло наталкивается на некую зону, где пустота. Эта пустота огромна. И этот раствор начинает уходить туда. И его туда может уйти, там, очень дофига. Да, то есть, на очень много денег, там, на миллион долларов может уйти у брового раствора, насколько я помню. Могу ошибаться, да, то есть, но на много денег. То есть, есть инциденты в нефтянке, да, один инцидент, который, там, ну, в деньгах, это уже сразу, там, миллионы долларов. И самая большая фигня, это когда у тебя происходит взрыв на месторождении. То есть, есть месторождения, там, в которых произошел взрыв, и которые горят по сегодняшний день. То есть, основной профит того кейса был в том, что таких кейсов, да, то есть, риск происхождения таких случаев, он снизился очень сильно. То есть, один такой кейс, это, там, ну, десятки миллионов долларов, плюс, там, репутационные риски и прочая штука. Окей, значит, мы с тобой поговорили про всякие экономические эффекты, денежки посчитали. Ты говорил, что интересная история, как ты перешел из стартапа в интегратор. Расскажи про нее. Интересная история, как я перешел в корпорацию, интегратор, так скажем, это был некий промежуточный этап, так скажем... Зачем ты туда перешел? Который был, так скажем, тот промежуток, когда нужно было куда-то приземлить команду и понять, что делать дальше и куда, собственно, двигаться. Потому что, ну, так скажем, решение было, понятно, принято на основе того, что ты видишь, что, в принципе, все развивается, но тебе не хватает мощи, чтобы все это взлетело. И, так скажем, но при этом ты там на полном ходу мчишься, как поезд, да, к своей цели, мечте, она у тебя приближается, но ты понимаешь, что, как бы, приближается она несколько медленнее, чем ты планировал, как бы, у тебя там есть кассовый разрыв и прочие вещи. А что за мечта и что за цель, к которой твой поезд мчался? Ну, я не знаю, то есть, мне кажется, это у любого предпринимателя, да, то есть это, когда ты что-то создаешь свое, когда у тебя есть, так скажем, глубокое единение с тем, что ты делаешь, когда ты чувствуешь, что ты там движешь прогресс, который вот он происходит здесь и сейчас, и ты фактически его создаешь. Потому что то, что ты делаешь, оно еще, так скажем, ну, в крупных компаниях нет ничего еще подобного, потому что они в силу своей бюрократии еще до этого этапа не дошли. Вот. И ты, как бы, чувствуешь, что ты вот эти технологии, которые вчера еще были, там, дерзновенной мечтой, ты их делаешь некой явью и с помощью них решаешь конкретные прикладные задачи. То есть, конкретно, ну, вот из того, что я перед этим рассказывал, внедрение там Data Science и Machine Learning, оно, фактически, проект химической компании, это был первый проект, где это было сделано, да, потому что до этого все это был какой-то там статистический анализ данных, какие-то вот, ну, подбирался к этому, да, то есть, а там это был прям реальный, конкретный уже проект, где это применено. То есть, оно вот работает. Ну, то есть, ты хотел больше масштаба, чтобы твой поезд быстрее двигался к популяризации машинного обучения. Ну, необходимо было просто покрывать вот этот вот долгий цикл продажи, да, то есть, всего вот этого дела, внедрения, которое составляет, особенно там, в промке, в крупной корпорации, ну, примерно около, там, полутора лет, да, то есть, от того, что ты взял задачу, уже ее нащупал, до момента, когда ты реализовал модель, внедрил ее и меряешь экономический эффект. И деньги получил, соответственно. Да, причем, как бы, ну, там, в промке особенно все привыкли к крупным компаниям, и здесь, опять же, аналогичный пример, как был там с программными сетями, ты конкурируешь, там были именно, одни из конкурентов, это были крупные консультанты, то есть, McKinsey и прочие-прочие компании, да, которые могли покрывать этот большой сейлс-цикл, да, и брать часть рисков на себя, да. И первые кейсы, вот, большой промки, они как раз-таки делались, исходя из того, что, окей, мы возьмем риски на себя, да, если мы, у нас все получится, то мы получим, там, revenue share какой-то, да, с компанией. И любому, естественно, IT-директору в корпорации было выгодно с такими компаниями работать, потому что, если у вас получилось, окей, ты поделился. Если у вас ничего не получилось, ты все риски передал на крупного, там, игрока, и ты молодец. Соответственно, вы так делать не могли, но тоже хотели. Ну, в целом, да, то есть, как бы, ты, момент, когда ты получал сэмпл данных, да, до момента, когда ты построил модель, он там, занимал порядка шести месяцев, и потом, естественно, стало быстрее, но, по первости, он примерно столько занимал. И на этот момент, ну, еще несколько лет назад за это особо никто был не готов платить. То есть, сейчас уже, как бы, есть, да, там, пилоты платные, все такое, то есть, бесплатно не работаем, тогда все бесплатно упражнялись. Окей, понял. Смотри, команду ты приземлил в интеграторе, что дальше было? Дальше, собственно, это, на самом деле, тот момент, когда количество обращений и асков, да, то есть, оно возросло. То есть, реально на почту и везде, то есть, стали писать достаточно большое количество просто уже компаний уже с конкретными запросами, что вот такая задача, вот у меня там контейнеры, там, колеса ломаются, у меня там химзавод, у меня там алюминий варится, там, у меня там обогатительная фабрика, да, то есть, они стали конкретными, они стали уже примерно, ну, с готовностью обсуждать деньги. И здесь, ну, было, на самом деле, мне лично важно пройти несколько раз вот этот цикл внедрения от задачи до внедрения для того, чтобы это превратилось в законченное решение. Вот, собственно, в интеграторе мы этим и занимались. Окей, а как в МТС попал? Здесь, на самом деле, интегратор, почему это еще была такая, почему так произошло, почему не сразу там большую корпорацию, потому что я находился в регионе, да, то есть, я находился не в Москве, и, так скажем, ну, поскольку у нас был большой бэкграунд, у нас были хорошие наработки, приземлить их в какую-то корпорацию, это занимает просто время определенное, то есть, на самом деле, шли там переговоры все это время, там, с вице-президентами ряда корпораций, и именно шел процесс формирования в крупной корпорации некого, ну, места как-то приземлить, все проверки и прочие вещи происходили. И как только оно произошло, да, то есть, я, ну, дальше, но двинулся дальше. Приземлился в МТС? Да. Расскажи, что ты сейчас делаешь, у тебя интересная такая должность, директор по анализу данных технического блока, что это значит, чем ты занимаешься? Ну, я как говорил, что, ну, смысл, data science, это в первую очередь, это для внутренних нужд, да, то есть, это трансформация внутренних потоков, внутренних вещей, потому что ты должен находиться очень близко к, собственно, к предметной области, у тебя должен быть доступ к достаточно чувствительной информации, которую вовне очень не любят отдавать, да, все вот эту вот нутрянку. Поэтому, а технический блок, ну, плюс, как бы, там, моя специализация, это именно, как я говорил, да, это оптимизационная задача для каких-то операционных процессов, где есть сразу измеримый эффект от оптимизации. Поэтому, ну, сетевое хозяйство МТС, оно очень большое, оно растет, там, 120 тысяч вышек, и все это ширится, растет, и, как бы, здесь очень много, да, вещей, которые МТС делает внутри, и при этом есть некий мостик, ну, в рамках которого бизнес-подразделение МТС это вытаскивает еще и на внешний рынок, похожие практики, там, в ту же сырьевую промышленность, например. Это что за мостик? Расскажи поподробнее. В МТС есть разные блоки, да, внутри компании. Есть, там, core business, есть бизнес-подразделение, есть, там, ну, там, тренд, например, интернет и вещей, да, который сейчас идет. МТС предлагает услуги, там, по private LTE, по созданию каких-то оснащению сетевыми технологиями, там, не только абонентов, но теперь, там, в том числе промышленных производств, да, и вот он мостик в плане того, что фреймворки, библиотеки, биндинги, которые делаются, там, для этих блока, да, то есть они, в целом, методологии, они также применимы и вовне, да, то есть через, там, sales-off компании, которые продают. Но ты сам какие-то проекты делаешь вовне или ориентируешься исключительно на внутренних заказчиков МТС? В данный момент практически все на внутренних. Есть проекты с внешними заказчиками, есть там пресс-релиз, например, который в ТАССе публиковали. Был, так скажем, реализован проект с производителем микросхем Микрон, который входит в группу компании ФК-система, там оптимизировали процесс производства, ну, снизили дефектность продукции при производстве микросхем. Ну, кейс, на самом деле, был именно про майнинг, да, то есть про изучение Time Series с установки, что позволило снизить количество брака и, собственно, ускорить процедуру перехода с одного вида продукции на другой. То есть появилась экономия на расходниках, то есть вот на этих печатных платах, то есть на болванках, на основе которых это печатают. И плюс стали использовать, ну, расходники, меньше сырья стало использовать, потому что процедура калибровки, когда у тебя начинает получаться кондиционная продукция, она сильно сократилась. Вот. За счет того, что были выявлены оптимальные настройки для оборудования. То есть очень похожая тема, например, с турбинами, когда их правильно мыть, вот очень похожая штука. Вот. А значит, и есть проект с химической компанией по оптимизации процессов производства сырья для удобрений минеральных. То есть большой такой сквозной кейс, много-много переделов, и, так скажем, это включает и создание вот этих виртуальных анализаторов, да, то есть такая модель, то есть достаточно уже практика распространена, когда у тебя нет в какой-то емкости датчика, да, но тебе нужно понимать, например, концентрацию питательных веществ в растворе, который у тебя готовится в емкости. Ты можешь сделать виртуальный анализатор на основе косвенных данных, там, данных расходомеров, плотности того, что внутри находится и так далее, прогнозировать в каждый конкретный момент времени соотношение питательных веществ в этой емкости. Дальше, соответственно, по цепочке у тебя раствор из разных емкостей смешивается и получается итоговое сырье. То есть когда у тебя, в принципе, по всем емкостям есть эти виртуальные анализаторы, это уже фактически задача построения предиктивной модели, регрессионной, да, на основе вот входных данных и, так скажем, данных анализаторов и других датчиков тебе нужно спрогнозировать соотношение в итоговом растворе. Дальше ты уже строишь модель оптимизации с учетом управляющих параметров, чтобы ты мог давать рекомендации оператору, который управляет машиной, чего там добавить, какие ручки крутить и дергать, чтобы у тебя было необходимое тебе качество. Меня знаешь, какой вопрос мучает? Немного отвлеченный. Смотри, ты в Data Science очень здорово шаришь. Причем не просто в Data Science, а именно в его применении в бизнесе. То есть ты, грубо говоря, деньги умеешь зарабатывать на всем этом хайпе. Ну, кто-то считает хайп, кто-то не хайп. Вопрос такой. Зачем тебе сейчас работать в МТС, если ты можешь работать независимым консультантом и зашибать очень хорошие деньги? С разными клиентами. Слушай, а почему в корпорации нельзя зашибать хорошие деньги? То есть это тоже вполне возможно. И здесь у тебя есть большое достаточно поле. То есть мне на данном этапе моей жизни интересно решение каких-то больших масштабных задач. То есть, как я сказал, эти задачи находятся внутри. То есть у тебя доступ к инфраструктуре и решению подобных задач есть внутри. Так скажем, их достаточно много, и мне это интересно, так скажем, прожить этот опыт. Это во-первых. Во-вторых, у тебя есть, так скажем, рабочее время и есть нерабочее время. И тебе никто не мешает следовать стратегии штанги, про которые пишет Талеб в антихрупкости, что ты можешь быть ученым и предпринимателем одновременно. Просто делать это в нерабочее время. Значит, ты ученый и предприниматель одновременно? Слушай, ну ученый пока что, так скажем, я... Это очень громко, так можно сказать. Но для меня, да, то есть у меня важно развитие экспертизы, да, в предметной области. То есть если это data science, да, то есть опять же определенный фокус для того, чтобы не распыляться на все подряд. Да, то есть и на машинное зрение, и на NLP, и на предиктивку и так далее. Ну, есть некий фокус, все равно его важно соблюдать. И, с другой стороны, так скажем, ты безусловно... Ну, тебя никто не запрещает консультировать в то время, когда ты не работаешь, да. То есть главное, чтобы это было... Но ты работаешь так с компаниями и консультируешь как независимый эксперт, не как директор МТС. Да, конечно, безусловно. То есть why not? Есть там какие-то интересные проекты, о которых ты можешь рассказать? Какие-то интересные проекты, про которые можно рассказать? Слушай, ну, они в основном связаны... На самом деле, да, то есть сейчас такой период еще. Пока что я, в принципе, нахожусь в Москве год, и в МТС достаточно там интенсивная работа, и ее много, и она достаточно разнообразная. Сейчас из того, что, так скажем, есть, то есть есть какая-то там нефтянка, есть химики, то есть некий бэклог тех вице-президентов, каких-то собственников, да, которые обращаются... Ну, там через тоже там ОДС, да, там, например, находят тебя люди из каких-то корпораций, которые на шаг там до этого и обращаются к тебе... Ну, с металлургией, например, недавно приходили люди, которые вот только-только начинают там цифровизовать большой-большой завод, который производит трубы. Так скажем, для меня, то есть в принципе методология всего этого дела, она, ну, одна и та же, да, примерно. То есть я могу рассказать большое количество достаточно проектов, там, над которыми я вот работал, там, до МТС, да, они были и из области металлургии разных переделов, и из области, там, обогатительных фабрик. То есть это, конечно... Ну, то есть у всех у них есть свои специфики, о которых можно очень долго общаться, да, потому что, например, обогатительные фабрики – это большие деньги, это передел продукции, но, во-вторых, то есть там, во-первых, не ко всему есть доступ, да, то есть в плане сырья, который туда приходит и тому подобное. Во-вторых, есть просто конкретно моменты, в которые не пускают, которые лучше вообще, то есть там, где большие деньги, там нужно очень осторожно быть. То есть... Интересный вывод, где большие деньги. Нужно осторожно. Слушай, ну, как бы... Да. То есть есть просто те вещи, которые нужно оптимизировать, есть те вещи, которые тебя просят не оптимизировать. Окей. Расскажи еще вот подобные выводы, которые ты сделал за свою карьеру внедрения машинного обучения в бизнес. Может быть, какие-то три основные вещи, которые тебе приходят в голову? Слушай, ну, я, во-первых, понял, что должен... Ну, то есть одновременно с тем, что ты строишь модель, вот тот вопрос, который касается эффекта и построения модели, оценки этого эффекта, зачастую так же трудоем, как построение самой модели. И об этом нужно прямо вот сразу, ну, задумываться. Как правило, этот эффект, он не очевиден. Когда ты вот первые вот эти low-hanging fruits сорвешь, да, то есть у тебя дальше остается куча всего совершенно непонятного, и тебе нужно как-то, ну, взглянуть на процесс в большем масштабе. Возможно, так скажем, ну, сквозным образом, если ты там оптимизируешь какую-то цепочку целую. Вот. Для этого тебе требуется инструмент. То есть я вот, когда важна именно методология оценки эффекта от твоих проектов. То есть вот та система анализа цифрового следа, да, которая вообще в целом методология, по которой я там, например, сейчас работаю, она как раз и завязана, в принципе, на инструмент от оценки того, что ты автоматизируешь, да. То есть, например, если мы цифровизуем химический завод, телеком, компанию, что угодно, у нас есть какие-то функции, да, если мы говорим про операционные процессы, которые мы можем автоматизировать, можем дальше внедрить ML, можем даже какой-то AI внедрить, там, на основе NLP, например. Где деньги, да, то есть важно понимать, если мы говорим про оптимизацию, там, и перевод людей, да, то есть на основе этого, сколько люди на это сейчас время тратят, сколько стоят люди, которые этим сейчас занимаются, да, это очень скрупулезная работа оцифровать, так скажем, все вот эти вот процессы, да. Она очень скрупулезная, она не очень веселая, не очень интересная, но до тех пор, пока ты это не пройдешь, все остальное, как бы, то, что ты делать будешь, оно, ну, ты не сможешь это сделать. Когда ты это сделаешь, внедрение, там, ML, оно становится уже для тебя, вот, ну, решением задачи с Kaggle, да, но вот ту базу создать, это, как бы, ну, дорогого стоит, и это долгий процесс. Вот. Что еще из выводов можно там сказать? Ну, вот то, что я сказал, что Data Science ML, это все-таки про внутренние вещи. Продавать это извне, это сложно. То есть, не знаю, что сказать еще, там, третий вывод, не знаю, не скажу прямо сейчас, сейчас, может быть, по ходу общения придет в голову, я придумаю. Окей, запомнили, что с тебя еще третий вывод. Давай перейдем теперь к проекту, над которым ты последнее время работаешь, про который я как раз достаточно много читал. Process Mining, анализ цифрового следа сотрудников для операционных процессов. Вот это что такое? Расскажи. Это, собственно, штука как раз-таки, которая позволяет оцифровать то, что делают люди на работе, в первую очередь инженеры, технологи, те, кто завязан в операционных процессах. Не обязательно там, даже как бы это скейлиться и за пределы там операционной функции, это может скейлиться и на другие функции, типа колл-центров, закупочных всяких процедур, кладовщиков, служб, которые работают с качеством там в промышленных компаниях. Фактически человек, работая, оставляет некие следы, да, то есть того, что он делает. То есть, например, мы с командой работаем там, у нас есть GitLab, у нас есть Jira, у нас есть некие переписки, да, поэтому это все остается, да, то есть ты из этого, то есть если мы говорим про инженера, да, который работает для управления сетью, он оставляет цифровые следы в, например, системах инцидент-менеджмента, фолд-менеджмента, перформанс-менеджмента, то есть там, где он фиксит какие-то баги на сети, инциденты, профилактические работы выполняет, те же самые таск-менеджеры, где у него там часть задач проектных висит. Если это там сотрудники, которые еще выезжают, например, ну, в поле, да, для починки, они сколько-то едут туда, то есть это тоже все заносится как бы в другие системы, да. Если мы говорим там про строительство там, зданий, сети, чего угодно, да, аналогичные процессы тоже очень, ну, отмечаются. Соответственно, самая там первая стадия всего этого дела – это создать вот этот вот отпечаток, да, близкий там к ста проценту, да, то есть я когда начал делать, собственно, заниматься этой методологией, я наткнулся на коллег из BCG, которые ровно в этот же там момент, вот у них появилась такая методология биотек, был какой-то доклад BCG, мне пришло на электронную почту, я посмотрел, там была прям очень интересная презентация, очень сильно перекликающаяся с тем, что я сделал, то есть я там с коллегами связался, вот там по фейсбуку мы списались с докладчиком, он там поделился материалами, мы там, скажем, пообщались, поделились опытом, мы, собственно, многие из этих вещей мы тоже там, то есть я там перенял свою практику. Когда ты создаешь вот этот полноценный цифровый след, это, ну, это сложная достаточно штука, потому что, например, если это какие-то инженеры, они работают в большом количестве достаточно источников, да, то есть инженер, который работает сетью, работает системой фоллс-менеджмента, перформанс-менеджмент, инцидент-менеджмент, как я перечислил, плюс у него есть там джиры и так далее, он как бы свои задачи разбрасывает по разным, так скажем, системам, тебе их нужно оттуда вытащить, ты из каждой системы должен сделать сначала витрину, которая, ну, будет отвечать за те задачи, то есть выгружать те таблицы, те поля из этих таблиц, смержать, сджойнить эти все вещи, да, по этим уже витринам ты должен рассчитать некие коэффициенты, ну, то есть, сделав витрины всех источников, условно говоря, ты вот этот вот лоскутный одеял собрал того, что представляет там цифровой отпечаток человека, там, 80% его рабочего времени или больше, да. То, что касается системы учета эффективности с тем, чтобы эта штука нормально работала, да, вот, как я сказал, в любом случае требуется погружаться в работу конкретного подразделения и по лоскуткам это все дело собирать. Когда у тебя количество подразделений сильно растет, то тебе, во-первых, необходимо сделать некий каталог в плане данных, да, то есть, каким образом оно собирается, все эти витрины, на основе каких данных все это задокументировать нормально, какие поля используются и так далее. Во-вторых, у тебя должен быть некий глоссарий, то бишь во всех этих источниках поля в базах данных называются, как правило, очень заковыристым образом, ставят каких-то аббревиатур, которые очень сложно расшифровать. То есть, мне нужен некий глоссарий, который бы тебе говорил, в каком поле что у тебя лежит за информация. В-третьих, когда, собственно, и почему, да, то есть, интересно, какой-то, ну, работа в корпорации, она имеет определенные нюансы, мягко говоря, с точки зрения там и процессов, и бюрократии и так далее, которые прожить на самом деле интересно, и они в любом случае полезны, даже если ты работаешь снаружи, потому что в любом случае ты взаимодействуешь, да, с крупными игроками. И это связано в основном с тем, что еще помимо того, что ты все это должен реализовать, это должно уметь существовать внутри большой организации, где много людей, есть некие стандарты, аудит и прочее, прочее, прочее. Все это в любом случае необходимо потом реализовывать таким образом, чтобы оно было поддерживаемо и могло использовать другими людьми. Это требованием, как правило, является внутри компании любой. Соответственно, вот здесь уже на следующей стадии, да, то есть мы используем некий софт, да, то есть есть такой вендор, как информатика, они занимаются именно созданием глоссария, ну, то есть программного обеспечения, да, то есть в том числе на основе опенсорсного, хадупа, для того, чтобы делать каталог данных, бизнес глоссарий и так далее. И, ну, для масштабирования проекта это пока что единственный вариант, который я нашел, да, то есть это удобно работает у меня, да, и, собственно, ну, для других компаний, типа, там, Газпром, Нефти, на этом деле построен целый Data Lake, что делает это дело вообще поддерживаемо, мы масштабируемо. Собственно, вот масштабирование, это вопрос масштабирования решается на основе этой штуки, да. После этого ты на основе этого дела можешь посчитать некие коэффициенты, да, которые описывают эффективность того, что делает человек. То есть они могут, ну, там, отвечать за, например, утилизацию рабочего времени, они могут говорить о том, насколько сложные задачи он выполняет, насколько масштабны эти задачи, там, в масштабе корпорации, насколько успешно он их выполняет своевременно, эффективно выполняет какую-то конкретную задачу в сравнении со всеми остальными сотрудниками, да. То есть для чего это? Это не только для оптимизации, это, в принципе, для того, чтобы планировать развитие сотрудников, оценивать выгорание сотрудников, мониторить какие-то критические компетенции, то есть есть какую-то операцию, даже условно... Бонусы определять. Бонусы определять, да, то есть какую-то, если операцию... Или увольнять. Да, то есть либо, как правило, если это хорошие инженеры, то их никто не увольняет. Вопрос просто в том, что чтобы талантливые люди, да, занимались решением нетривиальных задач. То есть, например, хороший инженер, он там, как один вице-президент говорит, знакомый, он должен половину времени работать, а половину времени писать код, который выполняет его работу, да. Поэтому многие вещи, да, рутинные, их можно автоматизировать, а человек может решать челленджовые задачи, которые связаны, там, с ростом инфраструктуры, сети, цифровизации и тому подобного, да. То есть цель в этом. Поэтому, возвращаясь к этой штуке, да, на основе витрин у тебя считаются некие коэффициенты, некие метрики эффективности работы людей на основе этого, эффективности работы подразделений, блоков компаний и так далее. Как вы эти метрики придумываете? Слушай, они придуманы вот неким базовым образом, да, из того, что я уже там вот сейчас в целом так расплывчато описал, без каких-то персоналей, да. Ну вот это дает достаточно полную картину. То, что я описал на текущий момент, вот, утилизация времени людей и тому подобное, что я еще чуть раньше написал, рассказал. Они, как бы, собственно, изначально ноги растут из, там, общения с теми же консультантами некого опыта, который получен, ну, за счет централизации каких-то функций, да, прежде, из прежнего опыта, да. Каких-то наработок, да, которые были и которые, например, там, например, в ходе, там, общения с HR, там, моего, там, инженеров, подразделений. Каким-то образом же HR согласует сейчас, да, там, численность, сколько должно там работать, там работать, здесь работать. На какие вещи, может быть, вот, посмотрев на это со всех разных сторон, вот, придуманы, собственно, выявлены такие основные направления, которые стоит учитывать. Ну, то есть, эти метрики, они такие адхок получаются, то есть, разрабатываются под каждый конкретный лоскуток этого идеала, под каждую конкретную цель. В целом, да, то есть, есть базовая реализация, которая, вот я сказал, она привязана, в принципе, к работе по шести направлениям, да, основным. То есть, это, в целом, ну, из того, что я читал, да, то есть, я ничего другого не нашел. Вот, я структурировал все, что я прочитал, я вижу, что утилизация времени, сложность решаемых задач, соотношение каждой конкретной задачи с аналогичными исполнителями статистической, успешность, своевременность и масштабность, да, что-то, на данный момент, еще придумать сложно. Есть ощущение, что такое интуитивное, что это, ну, достаточно полноценно показывает эффективность работы человека. Далее ты можешь просто еще на основе этих метрик уже конкретно смотреть функции, да, и эффект от их автоматизации. То есть, например, есть у тебя есть, там, например, функция, там, я не знаю, оператор, который работает с какой-то машиной. То есть, оценивать вот этот самый экономический эффект, о котором ты говорил, вот это как раз инструмент оценки эффекта. Да, то есть, я, например, большая компания, у тебя работают, там, десятки тысяч человек, и каждую конкретную функцию, да, там, я не знаю, определение закупочной процедуры, управление такой-то машиной, ремонт таких-то машин, настройка таких-то машин, какое-то количество людей занимается. Они тратят на это сколько-то времени, что, собственно, отпечатывается в системах. И, соответственно, более того, у тебя, ты можешь на основе своего следа для каждого процесса посмотреть некий его текущий уровень автоматизации. То есть, можешь и такую штуку сделать, что ты сможешь, там, drill down проваливать, что у меня процесс, например, там, я не знаю, работы с инцидентами для каких-то, там, элементов или машин, да. Что он включает? Некое прогнозирование этой штуки, регистрацию в системе, некие работы по ее, ну, по устранению этого всего дела, да. Соответственно, хотя бы, вот у тебя есть три стадии, ты можешь на каждой из них посмотреть степень автоматизации. То есть, там, например, регистрация этой штуки, она в какой-то степени уже автоматизирована. Есть система, где это регистрируется, да, какие-то шаблоны. Но что-то люди руками делают, да. Можешь сделать так, что вообще автоматом будет регистрироваться, да. Прогнозирование, там, например, ни в какой степени не реализовано, ну и так далее. То есть, там, устранение в какой-то степени чуть-чуть программно, но в основном, там, инженеры, например, что-то руками на производстве делают. Вот, на основе этого ты уже можешь понять, ага, я из этого могу точно, да, автоматизировать вот это, вот это, вот это. Цепочка схлопнется. Сейчас этим занимаются, там, например, 20 человек суммарно, да. Эти 20 человек нам стоят, там, каждый человек, x, там, рублей. Если мы можем автоматизацию сделать этого дела, например, в два раза дешевле, да. Выгодно? Да, выгодно. Имеет смысл делать. Значит, делаем. Окей, ну да, как математика считается, тут, в принципе, понятно. Тут вопрос следующий. А где здесь ML? Вот конкретно, вот цифровки следов, создания витрин, ML, естественно, нету, да. То есть, это data engineering, который, это вот аналогично процедуре очистки данных, подготовки данных, которая занимает большую часть процессов времени любого, там, ML инженера, человек, который с данными работает. А конкретно процесс майнинг, да, то есть, это, там, data science, да, здесь больше даже, там, data science, в первую очередь, это, вот, ну, инвестигирование дальше всего этого цифрового следа. Это тестирование гипотез, это различные сценарии, вот, if, да, то есть, если у нас, там, пик нагрузки, там, какого-то подразделения или каких-то специалистов приходится на такое-то время, что, если мы это дело вынесем в эти месяцы на аутсорс, да, решит ли это проблему, да, помоделировали, посмотрели, решили. Мы сможем, знаете, сезонность, трендовость в этих нагрузках и так далее. То есть, уже какая-то аналитика. На самом деле, все-таки, ML и, там, NLP, да, то есть, какое-то более глубокое ваше ощущение, это, конечно, в автоматизации уже конкретно выявленных функций. То есть, прогнозирование, там, поломок инцидентов и так далее. Автоматизация каких-то функций, где, как правило, в первую очередь, есть некая только, задействована только одна когнитивная функция человека. То есть, смотреть по телефону, писать чего-то, там, и так далее. То есть, выявить эти куски, они, там, естественно, проще всего их автоматизировать с помощью ML. То есть, ну, например, если человек у тебя, не знаю, занимается большую часть времени анализом документации, да, там, для цели ремонта, да, ты можешь написать ему подскачек, чтобы он это делал. Если у тебя сидит диспетчер, на которого, там, валится куча оповещений, которые он, опять же, глазами смотрит, это может быть алармы с оборудованием, там, да, на него это валится, он каждый аларм глазами оценит. Если у тебя большая инфраструктура, у тебя есть, там, сотни диспетчеров, которые этим занимаются. Ты можешь сделать для них подскаччика, да, и сократить количество диспетчеров на этой линии, там, вдвое, да, а тех перераспределить на конкретные уже более такие задачи, где нужны люди, чтобы их решать качественно, эти задачи. Ну, я не знаю. Ты здесь, на самом деле, предвосхитил мой вопрос касательно автоматизации. Вот ты, как человек, который в автоматизации очень здорово разбирается, скажи мне, какие профессии, какие виды деятельности быстрее автоматизируют, а какие еще долго продержатся? Ну, а мы на что смотрим? Типа, вообще, в целом, для человечества или для инженерного дела? Вообще, в целом, посмотри это с той точки зрения, с которой тебе легче смотреть. Ты можешь назвать это про те проекты, с которыми ты сталкивался, а можешь посмотреть с точки зрения человечества, и то, и другое будет интересно, зависит от того, что тебе легче рассказать. Ну, я могу сказать, что, вот, как я сказал, то есть, те вещи, где задействована какая-то одна когнитивная функция, да, естественно, и они будут автоматизированы быстрее. То есть, если у тебя такой человек-швейцарский нож, да, то есть, это вот сотрудники, которых в HR не любят, например, да, то есть, люди, швейцарские ножи, то есть, я таких людей люблю, то есть, мне, как бы, ну, я и сам, как бы, мне нравится больше работать вот с людьми. Это же, это что такое человек-швейцарский нож, который любит открывать и выпивать, что ли? Нет, это тот, который, например, если мы говорим про разработку, да, мы говорим про инженера, что он умеет и data engineering, но он умеет и чуть-чуть там backend написать, да, и чуть-чуть ML поделать. Ну, если он специализируется, там, на data engineering. Если он... Вообще на окулеле играет. Ну, это уже, как бы, up to him, да, но на самом деле, да, я тут посмотрел, музыкальный инструмент очень хорошо мозг развивает, поэтому это дельная вещь. Короче, универсальный солдат такой. Ну, да, но при этом, как бы, понятное дело, что человек не может одинаково круто во всем. То есть, человек должен быть в фокусе, но он должен знать и там чуть-чуть, и там чуть-чуть. Покер завернуть. Это не так сложно этому научиться, да, то есть, ну, посвяти этому время, да, не нужно быть там супер девопсом, но как бы какие-то азы, да, то есть, которые ты можешь научиться, это как бы, ну, здорово, если человек умеет. Вот. Соответственно, возвращаясь, да, то есть, если у нас инженер или там какой-то сотрудник выполняет много достаточно разнообразных функций, автоматизировать это, конечно, очень сложно. Потому что это, ну, человек разные вещи делает. А если это сотрудник, там, какой-то коммодити-функции, да, то есть, его можно чат-ботом заменить, да, то есть, это, конечно, проще сделать, если сотрудник колл-центра, к примеру, да. Так скажем, если мы говорим про какие-то, так скажем, уже профессии достаточно интеллектуальные, я считаю, что они останутся просто, люди будут, так скажем, решать какие-то задачи более творческого характера. Ну, то есть, так скажем, больше на них времени уделять, то есть, какие-то нетривиальные, на которые машину научить сложно, да. И у этого человека будет просто некий такой советчик, подсказчик, да, который на основе ML помогает ему это все делать. То есть, например, если сейчас у тебя сидит диспетчер, который, так скажем, у него в голове куча всех вещей, у него есть некие эвристики, которые он должен запоминать, да. Как вот, если что-то поломалось, куда сначала, что сначала проверять, там, энергетику или, там, не знаю, утилизацию соты, нагрузку, еще что-то, там, пятое-десятое. А здесь у тебя просто этот подсказчик может тебе что-то порекомендовать, да, то есть, на основе статистики, еще каких-то вещей. То есть, быть саппортом для твоего решения. Больше, ну, то есть, сократит ли это количество диспетчеров? Ну, наверное, в какой-то степени там сократит, да. Другое дело, что это может, это открывает некое другое поле, да, которое сейчас там, ну, не занято или недостаточно хорошо, детально, ну, проработано, да, с какими-то, например, единичными, но масштабными ситуациями, которые вызывают редкие события те самые, да, которые очень дорого стоят. Там, условных черных лебедей, да, которые там стоят дорого, но чтобы их там инвестигировать, каждый конкретный нужно долго инвестигировать, ну, то есть, предпосылки изучать. Поэтому, мое мнение вот такое, то есть, для интеллектуальных профессий будут просто эти вот, как это, дополненный интеллект или как-то, это вот туда дорога. Какие-то простые профессии, да, они будут автоматизированы. Нужно учиться, тем не менее, постоянно. То есть, это не к тому, что это вызов, да, я закончу, что как бы учиться, как бы это все пропорционально тому, как человек учится. То есть, каждый из нас, он там учится каждый день, и просто тот, кто быстрее учится, кто быстрее адаптируется, да, то есть, естественно, тот и более востребованным остается. Такой вопрос. А вот как ты сам относишься к сбору своего цифрового следа? Вот не огорчает ли тебя это, что за тобой следят? Или наоборот, ты радуешься, что это оптимизирует твою жизнь? Я первый, то, что я сделал, там, когда в МТС пришел, то есть, все мои дашборды, все то, что я делал, оно открыто. Это может посмотреть в целом любой сотрудник компании. Я считаю, что информация, информация – это вещь, которая антихрупкая, да, то есть, попытка сокрыть информацию приводит к тому, что она распространяется еще быстрее, поэтому... Тут немножко другое, нет, не скрывать информацию, а чтобы ее обработал не человек, а компьютер. Ведь способность компьютера к обработке информации, она просто на порядке мощнее, чем у человека. То есть, человек посмотрит на твои дашборды и ничего не поймет, ну или скажет, о, хороший работник. А компьютер поймет то, что ты даже сам о себе не понимаешь. Вот смущает ли тебя это или наоборот радует, что компьютер может так глубоко копнуть в твою жизнь? Слушай, я на самом деле не уверен, что компьютер может настолько глубоко копнуть. Я, может, ошибаюсь, да, я недавно посмотрел на OpenAI какой-то доклад, забыл, к сожалению, спикера. Кто-то из там докторов наук выступал, он рассказывал вот про те гэпы, которые нас сейчас отделяют от такого реального искусственного интеллекта, да. И он приводил много еще примеров, чем вот текущие машины, то есть, где, например, компьютеры сейчас превосходят людей, то есть, например, скорость обработки информации, там, масштабы возможной информации. Но, например, они уступают в том, что они не мультизадачны, да, на данный момент. То есть, человек может как бы в разных направлениях решать задачи, разными компетенциями обладать. Так скажем, то, чтобы проинвестигировать очень глубоко предметную область, то есть, во всем Data Science я натыкаюсь, и я вот для себя просто принял это как одна из ключевых вещей, что ты должен разбираться в предметной области, должен в нее глубоко погружаться. То есть, когда мы строим модели для химии, блин, мы изучаем эти чертовы регламенты по тысяче страниц, как делается там чертовая кислота. И ты от этого никуда не денешься, да, и все равно ты в этом будешь понимать хуже, чем понимает в этом технолог, да. Технологу можно просто дать этот инструмент, чтобы он мог свой мозг, да, то есть, этим обогатить, да, этими советчиками, подсказками и так далее. Поэтому меня не огорчает это то, что я не знаю, как это делать, поэтому, ну, я не знаю, решаемая эта задача сейчас. Чтобы, например, на основе таск-менеджера понять, насколько эффективно человек работает, да, нужно настолько глубоко копнуть, и это требует дополнительной еще информации, которую в таск-менеджере просто нет. То есть, ты можешь видеть, что человек, да, кидает таски, ты можешь смотреть, как он их оценивает в стори-поинтах, ты можешь смотреть, что он все таски вовремя закрывает. Но как ты проанализируешь тот факт, что проект изначально был спланирован некорректно, что человек изначально, ему давались не те таски, или он брал не те таски, да, ну, я не знаю как. Нужно иметь еще вводные. Это пока что в этом случае выглядит как прогнозирование, там, котировок акций, да. У тебя нет кучи информации о том, что на это влияет, типа, там, новостей и так далее. Поэтому пока это все равно такой механизм, который... Больше майнинг, больше тестирование гипотез, и, ну, тебе нужна еще информация. Только человек, я думаю, это может сейчас сделать. Так, а теперь последняя часть нашего интервью – это Блиц. Сейчас будет самое веселое. А в конце сможешь рассказать анекдот. Так вот, давай Блиц. Смотри, ну, правила Блиц очень простые. Если ты смотрел всякие интервью на Ютубе, тебе нужно не раздумывая ответить на вопрос, выбрать между двух вариантов или ответить там, что я спрошу. Прямо сходу. Окей. Готов? Давай попробуем. Поехали. Компьютер сайенс или дейта сайенс? Дейта сайенс. США или Китай? США однозначно. Инженер или художник? Инженер. Эпикуриец или трудоголик? Трудоголик. Нейронки или деревья? Деревья. Умный или красивый? Умный. Наука или бизнес? Наука. Семья или работа? Работа. Твое жизненное кредо? Хороший вопрос. У меня просто есть там два принципа. Первый – это то, что задача должна быть решена корректно. И второе – что нужно быть честным в плане договоренности. Я не знаю, кредо это или нет. Окей, принято. Идем дальше. Чего ты боишься больше всего? Потери здоровья. Одна вещь, которую ты бы изменил в прошлом человечества? Не знаю, отношения между мужчинами и женщинами. Вот тот статус-кво, который сейчас принят. Не знаю. Мне кажется, несколько странно. Окей. Три отличительных черты успешного руководителя в Data Science. Три отличительных черты. Ну, ориентир на эффект, умение сочетать, так скажем, с одной стороны стрессоустойчивость, с другой стороны мозг должен оставаться эластичным, чтобы ты мог разговаривать с инженерами, чтобы ты сам был в какой-то степени инженером. Ты должен практиковать что-то, хотя бы там на уровне какого-то лоу-кода это трогать. Ты должен хотя бы, когда, ну, то есть, все равно ты должен выделять время, чтобы читать публикации. Ты должен быть в этой теме. Я считаю, что это все равно первостепенно. То есть, эффективное менеджерство, это вот, я не считаю, что это основное здесь. И третье, ну, если это руководитель, то это определенная там беспристрастность и отстраненность от человеческих отношений. Окей. А кто твой пример для подражания? Ну, их несколько, ну, то есть, как бы они разные, да, то есть, в разных жизненных там областях. У меня, на самом деле, я вот, есть фильм «Нефть» 2008 года про предпринимателя. Вот тот чувак, наверное, как бы это для меня. Ну, а так, так скажем, с точки зрения, там, понятное дело, там, все вот эти крутые предприниматели, типа Луна Маска, которых, там, ты читаешь и чувствуешь себя мудаком, это, конечно, тоже здорово в плане мотивации. Но с точки зрения прототипа, это вот, наверное, то. То есть, это вот именно человек, потому что, который умеет делать выбор и чем-то жертвовать. Идем дальше. У нас же Блиц. С кем бы из людей, живых или ушедших, ты бы хотел поговорить за обедом? Наверное, членов совета директоров в ближайшее время какой-то крупной нефтяной компании. И что бы ты ему или ей сказал? Я считаю, что это самая перспективная область в плане вот Data Science и задачи, которыми я занимаюсь. Окей, принято. Три совета зрителям. Интересно. А на кого мы ориентируемся в плане зрителей? Каков портрет? На кого хочешь? Три совета. Значит, ну, как я сказал, первое, это если мы говорим, окей, у нас интервью про предметные области, про Data Science. Как я сказал, ну, я не рекомендую уходить в менеджмент. То есть я считаю, что профессиональное развитие – это как бы важнее и более перспективно. То есть менеджмент, он и сам приложится. Ну, что еще? Ну, если мы говорим там, окей, про стартапы и корпорации, да, то есть я не советую увольняться ради стартапа. То есть как человек, который оттуда пришел. Третье. С точки зрения перспектив, анализ данных и так далее, я советую понимать, что и принимать тот факт, что интересных задач, то есть для того, чтобы у тебя были интересные задачи, ты должен докопать до этих интересных задач. Только в этом случае то, что ты делаешь, оно будет действительно, ты будешь чувствовать этого отдачу, в противном случае ты будешь либо строить модельки, которые будут никому не нужны, либо, ну, засядешь в какой-то такой скучной, унылой работе. То есть этот путь нужно проходить. Супер, принято. Ну и давай теперь анекдот. Слушай, анекдот, я вот хотел рассказать анекдот в тему, да, про консультанта, который, значит, встретил пастуха и сказал, что... О, это мой любимый анекдот. Да, пастух, давай я... у тебя очень много овец, давай я расскажу, сколько у тебя овец. А ты мне за это подаришь одну овцу. И пастух, соответственно, сказал, что хорошо, давай, почему нет, оцифруем моих овец. Соответственно, после чего консультант открыл ноутбук, подключился к GPS-связи, запросил снимки местности, далее полученные снимки отправил коллеге, который распознал, делал на некое распознавание, загнал все это дело дальше для анализа в некий там питон, да, все это дело сконвертировал, посчитал овец, выдал результат, достал им портативный принтер, все это дело распечатал, отдал это пастуху и сказал, что у тебя столько-то овец, там 1581 овца. На что пастух сказал правильно, да, то есть молодец, забирай овцу, но я тебе предлагаю, что если, значит, я сейчас угадаю кто-то по профессии, то ты мне овцу вернешь. Он говорит, консультант, говорит, хорошо. Он говорит, ты консультант, а как ты узнал? Он говорит, знаешь, ты пришел, когда я тебя не звал в дело, которое ты ни хрена не понимаешь, предложил мне свои услуги, поэтому отдавай назад мою собаку. Раньше это был анекдот про управленческих консультантов, и они рисовали слайды, но сейчас я вижу, есть модификация, они что-то на питоне сделали. Вот он прогресс. Но, так скажем, я не считаю, что это плохо на самом деле, в плане, я не знаю, просто сейчас читаю книжку про антихрупкость, наконец-то добрался, вот там есть глава про зеленый лес, где чувак продавал зеленый лес, не знает, что такое зеленый лес, и делал это очень круто. Поэтому, так скажем, иногда это очень круто, когда ты лезешь в ту область, в которую ты ни черта не понимаешь, и это действительно приносит положительные изменения в эту область, когда ты смотришь новым взглядом с нового ракурса. На этой прекрасной ноте мы и закончим. Вань, спасибо тебе большое, что присоединился и так подробно обо всем рассказал. Кстати, если ты не возражаешь, твои контакты мы скинем внизу. Если кто-то захочет пообщаться, тебе напишут, наверное, лично. Да, здорово, спасибо. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, лайк, шер, али-шер, и, в общем, все дела. Всем благ, всех благ, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...